Где был футбол, сейчас фигурное катание, как минимум для любителей. Этой зимой поле в парке Смертино покрыли льдом. Теперь это самый большой каток в истории парка спорта. Две трети футбольного поля ледяной глади. Барнаульцы сразу оценили такой масштабный подход. Нам нравится, хороший лед. Еще будем ходить обязательно. Я пришла с дочерью сегодня, потому что выходной день. Хочется встретить зиму гораздо лучше. Еще мы ходили в администрацию Ленинской, там маленькие, здесь как бы места много очень. Неплохо все. В минувшие выходные парк спорта организовал большой праздник для любителей спорта и зимы. Открывали каток с песнями, танцами и, конечно, Дедом Морозом. Здравствуйте, мои дорогие. Здорово, здорово. О, как ты выросла целый год. А для активных гостей провели спортивные эстафеты. Нам удобно просто рядом с домом, и мы будем сюда ходить. Каждый вечер после работы, после школы. Масштабы прекрасные. Ну, тут еще, я видел, написано было, Дед Мороз будет. Народ требует пространства. Поэтому все для людей, в принципе, чтобы люди катались, получали эмоции. И получали эмоции от хорошего льда. Поэтому решили только ради людей, потому что людям нужен масштаб. Каток в парке спорта работает ежедневно с 12 часов дня до 9 вечера. А выходные с 11 часов дня до 10 вечера. Кстати, помимо уличного катка здесь есть и крытый ледовый комплекс. Для всех желающих здесь действует прокат коньков. А в новогодние праздники с 1 по 7 января организаторы катка проведут в парке спорта мастер-классы по фигурному катанию. Совершенно бесплатно. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.